И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзахедж и это Сабнафтика! Ребятки, что у нас сегодня с вами произошло? У нас сегодня с вами произошел грандиозный апдейт игры. И, собственно, то, на что вы сейчас смотрите, это предупреждение. Я попытался загрузить свой сейв, и, собственно, игра мне говорит то, что «Ммм, ваш сейв был сделан до того, как вышло глобальное обновление». Вы можете продолжать играть с этого сейва, однако мы рекомендуем, чтобы вы начали новую игру. И так как игра уже была начата, то есть мир уже был как бы создан, мир Сабнафтики с тех пор достаточно сильно изменился и расширился. Новые пещеры, регионы и замечательные природные, как сказать, landmarks, интересные места были добавлены. Этот сейв не содержит всех этих замечательных новых добавлений. Если вы выберете вариант продолжать играть из сохраненной игры, то ваш сохраненный мир будет с апгрейджен. Этот апгрейд также может внести новые виды территории по различным старым территориям, которые были изначально пустыми. Этот апгрейд не предоставит вам, к сожалению, новые возможности всего многообразия апдейта, и мы вам все еще рекомендуем начать полностью с новой игры. Этот апгрейд также уничтожит любые морские базы, субмарины или оборудование, расположенное рядышком с территориями, которые будут сапгрейджены. Любая ваша экипировка, любой ваш инвентарь, который расположен за пределами сапгрейдженной территории, не будет изменен. Так что у нас есть с вами два варианта. Либо продолжить играть в текущую версию, либо ее обновить, все-таки начать заново. Но я думаю, что мы ее обновим и продолжим с текущего момента, так как все-таки, наверное, мне бы хотелось сначала, как я уже говорил, пройти основной летсплей, а после того, как мы его закончим, мы с вами попробуем начать вообще полностью новую игру, соответственно, с нового мира, с самого-самого начала. И, соответственно, я надеюсь, что там действительно добавится что-то супер новое и интересное. Потому что, собственно, я только-только себе сделал Cyclops, и у меня игрушка еще пока не сильно прогрузилась, и что-то непонятное с разрешением. Как забавно, у меня появились уши справа и слева от экрана. Занятно, сейчас надо будет посмотреть, что на записи. Ладненько, у нас с вами есть Cyclops, и давайте, наверное, я сейчас поставлю игру на паузу, для того, чтобы посмотреть, что там вообще с записью, и, возможно, ее даже немножко поменяю. Увидимся, ребятки. Так, ребятки, с записью произошел небольшой квартакт, на самом деле. Я, конечно, попробую это дело вытянуть на монтаже, но, возможно, у вас первая часть видео будет просто мой голос со статичной картинкой. Потому что, да, разрешение в игре тоже поменялось. Ну, ладно, на всякий случай, здравствуйте всем еще раз, мальчики и девочки. С вами Ziggs & Hatch, и мы продолжаем нашу поплывайку. Что мы с вами сделали в прошлый раз? Мы себе сделали замечательную подводную лодку, которая не только позволит нам с вами перемещаться... Ммм, что это такое? Более удобно под водой, но она еще также и с собой возит наш замечательный маленький мотылечек, наш замечательный C-MOD, который у нас с вами находится в специальном отсеке, который я потерял. Это просто выход на улицу. Да, C-MOD у нас с вами стоит на этом этаже, и у нас есть вот такая вот красивая панель управления этим самым подводным судном. А вот и наш C-MOD. Он, скорее всего, должен быть здесь. Да, вот он там, ей. Отличненько. Я, на самом деле, все еще не придумал название этой штуки. Ну, возможно, мы с вами подождем. Хотя, может быть и нет. Ладно, будет видно. И давайте с вами все-таки попробуем на этой штуке преодолеть некоторое количество подводных глубин для того, чтобы найти какие-нибудь новые неразведанные территории. И у нас все достаточно прилично иногда подтормаживает, как я уже и говорил. Это бывает. И, к сожалению, на этой штуке... А, нет, можно опускаться вниз. Господи, я забыл про клавишу SHIFT. Большое спасибо всем вам за комментарии по поводу глубин, на которые можно, собственно, опускаться на том или ином виде судна. Но единственное, что, ребятки, наверное, часть из этих комментариев уже не актуальна, потому что, как я говорил, версия обновляется, и, соответственно, возможности игры тоже обновляются. Так. Наша с вами сейчас задача попробовать себе найти какие-нибудь интересные фрагменты. Ммм, интересно, что вот это вот за круг? А, это просто кусок стекла. Понятно. Единственное, что, кстати, не очень удобно в такой субмарине, я понимаю, что это добавляет реализма, но я, допустим, не вижу то, что у нас строго перед носом у субмарины, поэтому я могу случайно налететь на какой-нибудь риф. Мне бы этого не очень хотелось. Хотя у нашего с вами Симота нету как такового здоровья. То есть, если мы что-то в нем испортим, мы это дело должны будем починить при помощи нашего Велдера. Точно так же, как мы с вами в итоге должны будем починить генераторы на Авроре. Кстати, этим мы с вами тоже займемся, но я думаю, что в следующей серии, потому что в этой серии я хочу все-таки попробовать поискать какие-нибудь интересные фрагменты и найти новые биомы. Потому что теперь у нас с вами уже есть возможность, во-первых, достаточно безопасно путешествовать на вот этой нашей субмаринке. Она все-таки такая, достаточно прочная. Ее я не думаю, что какие-нибудь большие злые рыбу будут хотеть утащить, потому что она большая и страшная. И для того, чтобы опускаться еще глубже, мы с вами, конечно же, воспользуемся нашим мотыльком. И, возможно, кстати, в этой серии мы все-таки себе сделаем глайдер, потому что я так что-то подумал, что, наверное, для того, чтобы путешествовать по большой глубине, где я уже не смогу, к сожалению, использовать свои субмарины, мне придется, наверное, перемещаться достаточно быстро. Кстати, вы мне тоже присылали всякие свои разные эксперименты по поводу глубин, на которые вам удалось опустить лодки. Ребятки, не забывайте, что лодки можно еще и апгрейдить. Так что, в принципе, опять же, это плюс апгрейды дает нам совершенно непредсказуемые результаты. Кстати, на Вики, в принципе, на английском, правда, Вики, я не знаю насчет русского, также присутствует информация о том, на какую глубину можно опускаться на том или ином судне. Но я не знаю, насколько эта информация актуальна. А, вот, нам, собственно, говорят, то, что мы с вами опустились ниже 100 метров, и теперь может произойти такая вещь, как повреждение, если мы с вами куда-нибудь впилимся. Так что давайте постараемся никуда не впиливаться. Не хотелось бы. 125 метров. Отличненько. Ниже 125 метров уже совершенно рекомендуется эту штуку опускать, потому что может случиться серьезное повреждение обшивки. Смотрите там, какие красивые коралловые, не знаю, базальтовые, или какие-то еще столбы. Давайте, на самом деле, наверное, попробуем более детально это дело изучить. Е, чтобы выйти. И дальше залезем в наш мотылек. Мотылек у нас с вами позволяет немного более глубоко опускаться. Ау, какие страшные звуки, господи. Но, тем не менее, эта глубина для него уже тоже не является безопасной. Энергия 100%, здоровье 95%, и есть у меня ощущение то, что здесь решительно пустое дно. Что здесь нет совсем ничего. А нет, вот здесь есть камни и песчаная акулка. Здравствуй, акулка. 200 метров, уже опасно. Еще одна песчаная акулка. Надо было, конечно, по-хорошему себе сделать уже стазис райфл. Это что такое, интересно? Для того, чтобы избавляться от всяких песчаных акулок. А что у нас с вами здесь? Так, максимальная глубина, 225 метров. Ага, и нас действительно начинает уже корежить на этой глубине. То есть мы с вами не можем опускаться ниже отметки в 225 метров без апгрейдов. Окей. Смотрите, какая рыбина плавает. Это уже даже не похоже на сталкера. Да что же я все время опускаюсь ниже-то? Я не хочу, чтобы меня обшип покорежило. Я просто хочу посмотреть на рыбку. Но я не хочу вырезать из своего матрика. Потому что рыбка выглядит, как бы это сказать, опасной. Кстати, интересно. Не около Авроры ли мы с вами находимся? Вдруг это рипер? Я его просто ни разу не видел. На картинках непонятно. И еще у нас с вами и ночь наступает. Интересный пустой биом. На котором, в принципе, особенно мы с вами ничего не можем найти. По какой-то непонятной причине. Здоровье 61%. Да-да-да-да-да. Поднимаемся, поднимаемся. Так, там у нас база. Там наши циклопы. На самом деле, не знаю, почему это называется Сайклопс. Почему это множественное число. Вроде как у нас один. Еще одна такая рыбина. Нет, видимо, это... Хотя, может быть, и рипер. Какая прикольная хреновина. Но все равно, я бы не хотел, наверное, с ним познакомиться ближе. Так, а где у нас Аврора? А, Аврора у нас с вами там. Так что это вряд ли рипер. Мы с вами просто заплыли в какой-то биом, где водятся такие странные рыбки. Хотя, возможно, риперы и здесь водятся, кто их знает. А тут что-то темно. И вообще ничего не видно. А у нас лампочка с вами, кстати, включена, интересно? Ой. Можно сделать правый клик. А, это я вышел, извините. Так, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу. Я боюсь. Мне страшно. Почему здесь нет ни фрагментов, никаких отложений, ни известковых, ни песчаных? Есть кварц. И есть маленькие странные медузки. А давайте попробуем... Ой, там песчаная акула. Давайте попробуем поймать рыбку. Это же рыбка глаз, наверное, и забрать кварц. Никто меня здесь не кушает? А, вот медузку я бы хотел попробовать поймать. Интересно, она безопасная? О, а это не медузка, похоже. У нее руки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Где мой симот? Где мой маленький симот? Вот он. Песчаная акулка. Не рычи на меня. Я уже ухожу. Хух. Здесь безопасней. Ммм. Я все-таки вижу эту большую штуковину достаточно близко. Так. Мне это, ребятки, не нравится. Давайте, наверное, все-таки вернемся на базу, и я себе сделаю... Как он называется? Стазис. Исключительно на всякий случай. Дабы что не вышло. Давайте сделаем докинг. Наш сайкопс должен нас... Ой! Осторожней. Да чтоб тебя! Не надо корюшить обшивку. Все. Ух! Отлично поплавали, как мне кажется. Фух. Страшно, аж жуть. Но, действительно, пришла пора возвращаться. Так, как бы эту штуку теперь развернуть? Вот в чем вопрос. Разворачивайся, Сайклоп. Ты можешь, я в тебя верю. Да. И вот, собственно, наша база. Окей, я думаю, что туда я доплыву за кадром. Для того, чтобы вас не утомлять весьма, на самом деле, скучным на данный момент видом. Потому что здесь у нас с вами решительно ничего интересного нет. И к тому же через стекло Сайклопс весьма плохо что-либо видно. Хотя, погодите-ка, а что там вот такое? Что это за такие штукенции интересные? У которых текстуры глючат. А, так это снова биом с этим, с красным мхом на дне. Да-да-да, тот самый, где на меня нападали странные существа, похожие на блидеров, но не блидеры. Бираньки! Эй. Ладно, увидимся на базе. Ребятки, я приплыл уже к базе. И смотрите, какая странная штукенция. Я, если честно, не помню таких. Возможно, это что-то новенькое, конечно. А, возможно, я просто ни разу на нее не обращал внимания. Кто ты? Что ты? Ой, ты кислотный гриб. Почему ты просто так плаваешь, интересно? Ладненько. Мы с вами доехали до базы. Это хорошо. Сейчас мы с вами туда зайдем. Нам нужно будет обязательно что-нибудь попить. И, по возможности, что-нибудь съесть. Давайте поставим рыбку. Ой, у меня сколько рыбок-то, оказывается, с собой. Я их так не съел с прошлого раза. Давайте съедим спейдфиш. Это, по-моему, красная рыбка. А может быть, и не та. Которую я поймал не так давно. Так. Где наша рыбка? И вам привет от рыжей и мурчащей колбасы. Ей. Так, у меня есть с собой, оказывается, вода. Отлично. А здесь у нас с вами... Эй, штуковина, а где еще одна вода? Мне нужна вода. И сюда бы, конечно, все это дело повыкидывать. Так. Стазис Райфл. Погодите, у меня там что, рыба была? А, нет, показалось. Это у меня в инвентаре рыба. Окей. Что нам нужно на Стазис Райфл? Это у нас с вами Туз. Флэшлайт. Сурвайвл Найф. Стазис Райфл. Адвансный инвентарий кит. И Силикон Раббер. Силикон Раббер мы с вами себе можем позволить. Это два кварца, я помню. Я начинаю запоминать рецепты. Так, а у меня что, кварц опять закончился? У меня его есть всего-навсего три и все. Это грустно. И, кстати, Адвансный Вайерн Кит у меня, по-моему... А, я его, ребятки, использовал на то, чтобы сделать себе Сайклопс. Окей. Тогда каким образом он делается? Вайерн Кит, Адвансный Вайерн Кит. Два золота и компьютерный чип. Ну, это просто. Тейбл Коралл Сэмпл и Сильвер. У нас с вами, по-моему, есть все это дело. Сильвер, Сильвер. Так, у нас голд, во-первых, две штуки надо взять. И Сильвер одну штуку. И пойдемте себе возьмем Тейбл Коралл. Тейбл Коралл это такие красненькие кораллы в виде ресинки, как я уже и говорил. Вот они, собственно. Далеко ходить не надо. По-моему, они собираются при помощи ножа. Эть-эть-эть-эть. Стойте, куда вы поплыли? Раз, два. Ну, ладно, давайте возьмем четыре. А то, что мы здесь кораллами разбрасываемся? Вдруг понадобится еще для чего? Так, и, естественно, кварц. Кстати, будет ночка. Надо будет, наверное, еще раз сплавать за кварцем. Я действительно понял, что его намного, ребятки, удобнее искать в темноте. Ну, хотя вы мне про это и так говорили. Часто, прямо-таки скажем. Так, компьютерный чип. Ух ты, как ярко. Оу, у нас поменялась анимация нашего фабрикатора, похоже. Advanced Warring Hit. Смотрите теперь, как красиво и ярко. Ой, я почти ослеп. Бррр. Так. Инструменты. Terraformer, Stasis Rifle, Silicon Rubber. Два кварца. А, я же себе взял два кварца. Чую я, собственно. Силикон Раббер. Так, и ружжо. 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 Так, ружжо. Давайте, наверное, с вами сразу... Ух ты, какое оно немаленькое. Поставим на цифру 4. У нас здесь с вами есть билдер. Это велдер, кажется. Ружье. Ну, кстати, фонарик. Вот фонарик. Может, будет сейчас нам с вами все-таки махнуть. Давайте посмотрим, что нужно для того, чтобы сделать Сиглайт. Это у нас equipment, наверное. Нет? Инструменты? Простите, а что же это? Deployables? Да, это Deployables. Сиглайт. Батарейка, лубрикант, copper wire и титан. Copper wire. Делается наверняка из копера. Что логично. Два копера. Раз-два. Лубрикант. Пойдемте сразу срежем этих замечательных красненьких плодов. Желтеньких. Почему я все время их называю красненькими? Не понимаю, они же не красненькие. Они же желтенькие. Кстати, вы мне говорили, что можно попробовать покормить сталкера. А он мне за это должен принести титан. И, возможно, у него выпадет жуп. Ну, сейчас мне его жуп не сильно нужен. Мне кажется, у нас немножко изменился вид маски. Хотя, возможно, это просто мое воображение. Мне кажется, или все-таки в воде появились какие-то новые странные частички. Которых раньше не было. Апдейты это хорошо. Особенно, когда разработчики свое детище не забрасывают. Это вдвойне хорошо. Потому что играть в это становится все интереснее и интереснее. И совершенно не жалко денег, потраченных на эту самую игру. Так, лубрикант. Батарейка, копервайр, титан. Копервайр. Делайся. Так, а на батарейку мне нужен эйситмашрум и что-то там еще. Батарейка пауэрселл. Силиконрабер. Ох ты. А, это пауэрселл, погодите. Батарейка коперор и два эйситмашрума. Коперор и один эйситмашрум у меня есть. Давайте найдем второй. Возможно он тоже... А, они вон здесь растут рядышком. Тоже недалеко. Интересно, кстати, они из этой гребницы, видимо, периодически еще и вырастают. Потому что, по-моему, я отсюда их собирал все. Хотя вот отсюда я совершенно точно собирал все. И здесь они, похоже, не выросли. Любопытно. Наша база. И... Батарейка. Ярко, ярко, ярко. Так, deployables. Сиглайт. Остался титан. Как так получилось, что я... А, ну да. Я же выложил весь титан. Все логично. И бикон. Коверент генератор. Сиглайт. Вот он, наш замечательный Сиглайт. Наше мега-устройство. Ох, здоровый же он. На цифру 1 его повесим. И нам после этого уже не нужна лампочка. Лампочку давайте с вами... Точнее, не лампочка, фонарик. Скинем куда-нибудь сюда. Так, зачем у меня с собой соль? Интересно. И вот, допустим, table coral sample. Table coral sample мы совершенно точно можем сюда положить. Рыбки пусть у нас пока лежат. Кстати, давайте, наверное, какую-нибудь из них съедим. Давайте съедим ховерфиш. Пипера оставлю на потом, потому что он совершенно точно очень питательный. И съедим грязного Гарри, как обычно. Глазастенького нашего странного. Похоже на это... На странное существо из Звездных войн. Как его звали? Джаб-джаб. Или как-то так. Я не помню. Я не фанат современных Звездных войн. Да, ребята, я старый. Так, окей. У нас с вами есть стазисное ружье. Не вэлдер, ружье. Как эта штука работает? Ага. По правому клику мы его заряжаем и выплевываем энергию. Кстати, да, ребятки. Пока я не забыл. Надо бы нам с вами сделать батарейку. Ух ты, как прикольно выглядит Сиглайд. Смотрите, он нам рисует карту, похоже, глубин. Ммм. Занятно. Так, а я могу? Могу. Давайте сделаем себе еще три батарейки. Я думаю, у меня копера должно на это хватить. И да, действительно, с ним путешествовать занятнее. По крайней мере, быстрее. Электроникс. Бэттери. Коппер Ор. Коппер Ор. Раз, два, три. Три батарейки мы с вами будем таскать, потому что у нас что стазисное ружье, что наше с вами теперь уже Сиглайт, требует батареек для перезарядки. Если они закончатся, будет грустно. Кстати, у меня с собой еще должна быть, насколько я помню, энергоячейка, которая мне понадобится для того, чтобы перезарядить Сайклопс. Если вдруг они сядут. Где она, интересно? Батарейка, вижу. Эй! А я что, ее куда-то делал? А, я ее, наверное, оставил в самих Сайклопс. Окей. У нас с вами энергии 98% в этой штуке. Водички бы еще попробовать. Ты не сделал еще водичку? Ты сделал водичку! Хорошая машинка. Водичка и соль. Соль можно оставить на базе. Не влезает соль на базу. Ну ладно, окей. И одна у нас аптечка с вами есть. Окей, давайте тогда засунемся в наших Сайклопс. Где-то вот здесь это надо делать. И все-таки пойдемте куда-нибудь навстречу опасностям. Потому что хочется опасностей. Увидимся. И, ребята, на самом деле, я перед тем, как отправиться в опасное путешествие, понял, как я хочу назвать свою субмарину. Я ее, ребятки, назову Кэтфиш. Ей! Рыбокот. И, собственно, базовый цвет у нее будет, конечно же, как бы это только сделать. А вот. Он ее будет рыжий во имя Корвина. Во имя Корвина, который сбрасывает сейчас плюшевую белку с колонки. И мурчит очень громко. Так, повозка 1 у нас будет, наверное, беленькая. Повозка 2 у нас будет... Какие еще есть цвета у Корвина? Да давайте, наверное, она будет тоже рыженькой, но не настолько рыженькой, как фон. Давайте она будет вот такой. И имя у нас будет написано... Ну, так. Допустим, черным. Нажмем на клавишу ДАН. И давайте посмотрим, как теперь будет выглядеть наша субмаринка. Почему у меня здесь... Почему у меня закрываются двери? А, потому что я не должен сюда ходить. Потому что выход у меня совершенно в другой стороне. Вот он. Ей! Смотрите, какая странная получилась у нас с вами штука. Кэтфиш! Отлично, рыбокот. И, собственно, вот они, наши полоски. Ну, в принципе, наверное, на самом деле, знаете, я, конечно, очень люблю Корвина, но мне очень хочется сменить цвет полоски с белого на черный. Потому что я думаю, что все-таки оранжево-черный или рыжий-черный будет смотреться лучше. Прости, котейка, но, по крайней мере, тебя я перекрашивать не буду. Я думаю, что ты должен это оценить. Вот так сделаем. ДАН. Давайте попробуем еще разик. Ну. Правда, теперь это похоже на рекламу Билайна. Ладно. Пусть он пока будет, на самом деле, таким вот рыжий-черным. Возможно, потом я с этим что-нибудь еще покумекаю. Возможно, надо сделать его черно-рыжим. Ну, в любом случае, посмотрим. А вот теперь все-таки я попробую доплыть куда-нибудь в опасное место. Но единственное, что я не хочу прямо сейчас плыть к Авроре. Я думаю, что мы с вами с Авророй будем разбираться все-таки немножко позже. Сейчас все-таки давайте попробуем действительно еще раз доплыть до того страшного биома. И попробовать там теперь попутешествовать уже без защиты. Попробовать там попутешествовать при помощи нашего нового Сиглайда. У нас есть стазисное ружье, поэтому я думаю, что если мы встретим какого-нибудь очень большого и крупного рыбомонстра, то мы попробуем с ним что-нибудь сделать. Ну, до новых встреч! Увидимся! И, ребятки, я тут уже в пучине морской. Смотрите, что нахожу. Плаймстоун и титан. На глубине... Ой, кислород! Блин, я совсем забыл про то, что у меня нету кислорода. А-а-а! Так, интересно, я успею всплыть? Не уверен, что я успею всплыть до поверхности, но, возможно, я успею доплыть хотя бы до Сайклопс. Вот это грусть-печаль. Я нашел, на самом деле, такую красивую ямку и решил, что почему бы мне туда не попасть. И сейчас вы, ребятки, будете, видимо, свидетелями смерти от отсутствия кислорода. Кислорода у меня больше нет. И меня почему-то не убивает. Это не может не радовать. Ммм, возможно, это баг в игре. Хе-хе-хе-хе. Но он мне, на самом деле, сейчас, ребятки, очень сильно помог. Я живой! Я живой! Ух! Так, ну давай, Зик. Ой. Это надо, я думаю, починить. Смотрите, какая у нас пробоина. И как это чинить? А, вот так. Затягивается ранка у нашего Сайклопса. И тут еще одна есть. Это где этот? Я так умудрился уже покоцаться-то. Может быть, здесь где-нибудь еще в обшивке какие-нибудь дыры? Али, я не знаю. Эй-эй-эй-эй. Вроде больше пока ничего подозрительного не вижу. Отсек с генераторами вроде в порядке. Второй этаж сам по себе выглядит тоже прилично. Окей. Хотя, погодите, у нас глубина 66. Я думаю, что для того, чтобы немножко надольше нам с вами хватало кислорода, давайте залезем в нашего мотылька. И где я там был? Я там был в разломе, который находился где-то... Вот здесь? Мне на самом деле очень интересно его исследовать. Да, это он. Единственное, что нужно очень осторожно сюда спускаться и обязательно следить за высотой. Точнее, за глубиной. Ночь у нас с вами наступает. Все, 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 все. Все, все, все. И я вижу кварц. Давайте покинем наше судно ради того, чтобы забрать кварц. Потому что кварца нам нужно много. Раз, кварц. Два, кварц. Ух ты. А, это штука с кислородом, интересно, или что это такое? Кто ты? Нет, ты просто какое-то странное существо. О, а это что? Не говорите мне, что это литий. Нет, это снова кварц. Кварц лучше. Почему я плаваю без сиглайда? Зачем же я его сделал в таком случае? Ну, слушайте, кварца здесь просто очень приличное количество. Это прямо-таки находка. Даже если мы здесь с вами не найдем никакие фрагменты. Хотя хотелось бы. Мы, по крайней мере, сможем... Инвентарий фул. Только хотел сказать, что набить инвентарь кварцем. Набили инвентарь кварцем. Почему мы здесь? А, ну да, у меня же тут всякие батарейки и прочее. Вот ты ее шмаешь. Вот, на самом деле, именно из-за этого я не хотел себе делать никакие вещи вроде сиглайда. Потому что все-таки очень много места в инвентаре у нас с вами занято уже тем, что, к сожалению, никуда не денешь. Так, я не могу посмотреть инвентарь, пока я нахожусь в мотыльке. Поэтому придется нам с вами вернуться снова на Сайклопс и немножко попробовать разгрузить инвентарь. Хотя я думаю, что, допустим, Велдер можно сейчас вполне оставить в нашей подводной водочке. Он нам сейчас не сильно важен. Тук-тук! Кто дома? Запускайте меня. Так. Вылезаем. И где-то вот здесь я себе вешал маленький локер. Не хочу я тебя переименовывать, я тебя хочу открыть. У нас с вами лежит энергоячейка. Давайте сюда скинем, наверное, еще пару батареечек, одну с собой оставим. Так, Билдер. Вот мне Билдер с собой сейчас совершенно точно не нужен. Найденный кварц можно сюда скинуть. Потом мы это дело перенесем. Копер найденный. Соль сюда можно скинуть. Титан. Велдер тоже с собой нам он не нужен. А Пеппер у меня с собой исключительно с целью того, чтобы он не сдох. Окей. Погружение номер два. Энергии, кстати, у нас с вами 356. Так. Возвращаемся в нашу ямку, в которой мы видели с вами много кварца. По крайней мере, действительно, можно будет сейчас набрать кварца. Кстати, хейлс 55%. Надо бы эту штуку... Ммм, интересно, а чем чинить наш симот, нашего мотылька? Тоже велдером? Надо будет попробовать. Ну, вот эти штучки, я надеюсь, что нас не съедят и ничего с нами плохого не сделают, не? Выглядит устрашающе, на самом деле. Но зато сколько же кварца, смотрите. Так, я думаю, что... Так. Хорош, 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 хорош. 222. Сойдет. Выплываем. Дальше руками. Ну, точнее, как руками. Ногами. В общем-то, без обмундирования. Хотя, очень интересно, почему у игрока не дамажит глубина. По идее, как бы на такой глубине давление, наверное, тоже должно быть весьма сильным. И нам с вами должно быть не очень хорошо. Но, видимо, авторы решили, что наш костюм антирадиационный нас от этого спасает. Или, не знаю. Или просто что-нибудь нас от этого спасает. Кстати, я потерял своего мотылька. А, вот он. Окей. Я здесь видел очень много кварца. Вот, допустим, кварц. Давайте-ка, на самом деле, наверное, я здесь сейчас пособираю кварца. И включу запись, если найду что-нибудь супер-пупер интересное. И, уважаемые, я, собственно, не нашел ничего интересного, к сожалению. Но я увидел, что у меня осталось 44% жизней у нашего с вами маленького мотылёчка. И, всё-таки, давайте-ка попробуем, наверное, его починить. Единственное, что я сделал, я себе забил весь инвентарь кварца. Который сейчас, скорее всего, уже не влезет и сюда. Нет, пока влезает. Это хорошо. Кроме того, нашел себе ещё одно серебро. Кварц, 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 кварц. Много кварца, но, к сожалению, очень много места в инвентаре занимает непонятно что. Так, мне нужен вэлдер. Иди сюда, вэлдер. Ты у нас встал на позицию 3. Окей. Где лестница вниз? Выползаем. И давайте попробуем это дело сварить. Вдруг у нас получится. Штука. Ой, нет. Не влезать. Варить. Три. Да, его можно чинить при помощи вэлдера. Но это замечательно. А то, да, на самом деле, уже у нас искры какие-то странные. Красивые, правда. Но имеют место быть. Всё, мы сварили нашего мотылька. И, ладно, я так и быть оставлю, наверное, у себя в инвентаре пока что вэлдер. Потому что всякое может быть. Мне, на самом деле, бы не хотелось с текущим уровнем развития погружаться уж совсем глубоко. Мне бы хотелось, если честно, ребятки, найти фрагмент от... Workbench штука называется. Что-то вроде ещё одного верстака, который нам с вами позволит делать апгрейды. Мне вот интересно... Уй, акулка. Мне интересно, на самом деле, сделать апгрейды, опять же, для моих субмарин. Для того, чтобы я мог погружаться на более глубокие места. В более глубокие места. И я бы хотел себе сделать электроласты. Которые бы нам с вами позволили вырабатывать энергию прямо в процессе нашего с вами, как бы это сказать, плавания. Ой, рыбонька, извини. Я тебя, кажется, убил. Я переехал рыбоньку, ребятки. Какой я негодяй? Лучше бы я её поймал и съел. Так, по крайней мере, было бы больше пользы. Так, а это у нас с вами ещё один неизвестный биом. А, так это вот мы здесь видели страшных существ. Так, я тогда сюда не хочу. Ну, как же так? Где же все фрагменты? Либо я их опять успешно не вижу. И уже парочку пролетел. Ну, условно, да. Либо мне... О, фрагмент. Только было хотел сказать, что либо мне не везёт, но вот он наш фрагмент. Фрагмент. Что ты? Кто ты? Тераформер. У меня уже есть терраформер. Он уже даже изучен. Мне не нужен терраформер. Мне нужен... Уоркбенч. Или что-нибудь типа того. Это иначе получается какой-то сплошной арк. И, кстати, я что-то так подумал, что если я дошёл до этого уровня технологий, наверное, имеет смысл сделать себе ещё и маленькую базу где-нибудь здесь. По крайней мере... Ой. По крайней мере, мне в таком случае не пришлось бы каждый раз возвращаться на основную базу. Сделать здесь базу, не знаю, как минимум с водой. Чтобы я мог себе получать воду. Хотя бы. Это было бы уже что-то. И, на самом деле, ещё мне нужны, конечно, сундуки в большом количестве. Я думаю, что я эти самые сундуки поставлю на того же самого сайклопа нашего. На нашего циклопика. На нашего кота-рыба. На катфиш. Потому что, собственно, мне хотелось бы собрать весь. кварц, который я здесь нашёл. И, кстати, очень жалко, что я с собой не сделал ещё один маячок. Может, было бы сюда его бросить. Потому что, в принципе, вот с той вот пещеры... Пещеры... Раз, два, три. Пещере, из которой я выплыл. Там осталось ещё дикое количество кварца. И как-то даже жалко его здесь оставлять. Ну, хотя я думаю, что... О, фрагмент. Что, возможно, мы с вами сможем найти снова этот биом. Фрагмент. Где я тебя видел? Не прячься от меня. Я совершенно точно тебя видел. Вот он ты. Кто ты? Воркбенч! Ей! Это отлично. Всё, я думаю, что миссия на сегодня завершена. Давайте пристыкуемся к нашей большой подводной лодочке. И вернёмся на базу. Поставим анализировать наш замечательный воркбенч. Увидимся! Ммм, всё-таки красота. Я, правда, немножко странно в этот раз припарковал свою лодочку. Ну, да ладно. Я думаю, что они, точнее, она на меня не обидится. Давайте срочно же поставим анализатор. Загрузим его работой. И мне надо бы, наверное, забрать отсюда водички. Как обычно, соль. Ух ты! У анализатора тоже, похоже, поменялась немножко анимация. Теперь всё стало таким ярким. Очень ярким. Так, мне ещё нужно забрать кварц. Отсюда. Окей. У нас, правда, с вами так и не получилось пока что. Не было шанса воспользоваться стазисным ружьём. Но, знаете, ребятки, я, наверное, даже этому рад. Потому что не очень мне всё-таки хочется встречаться со всякими морскими гадами, которые захотят мной полакомиться. Я боюсь, что, конечно, этот процесс неизбежен. Но всё равно мы с вами попробуем его оттянуть настолько, насколько это возможно. Но нам с вами пришла пора прощаться. Надеюсь, что вам нравится этот летсплей. С вами был Zix the Hedge. Увидимся в следующий раз. И счастливо, ребятки!